всем привет народ приехал долгожданный мой пресс в общем не так давно заказал пресс понадобился давайте пока я открываю небольшая краткая история по заказу в общем повозился тут со станками понял что без пресса дальнейшая такая деятельность проблематично будет и решил заказать в общем было был вариант сделать самому вот и как бы заказать сделать самому мне во-первых никогда во вторых и возиться мне не очень хотелось в третьих пресс мне особо большой мощный не нужен вот то есть основная задача это запрессовка выпрессовка валов подшипников и прочей такой вот ерунды заказал пресс на 10 тонн до хотелось мне пресс именно с гидроцилиндром чтобы был не домкрат гидроцилиндр с манометром вот все как положено то есть ну в таком духе что как бы чтобы вовсе рван можно было поставить что ли так назовем чтобы он был красивый аккуратный вот и прочее и также чтобы было удобно видеть давление которым с которым давит цилиндр на заготовку на деталь гидроцилиндр дешевле 6-7 тысяч то есть но гидроцилиндр с насосом да я найти не смог вот единственное так и не нашел я не смог особо найти в китае вроде как должно быть подешевле как когда-то я натыкался давно давно но сейчас в этот раз найти не смог но зато нашел пресс 10 тонник ну по крайней мере заявлен за 10 с небольшим тысяч то есть там он про порядка 11000 вот есть такая документация естественно он производства китая вот но сейчас у нас практически все оттуда коробка весит порядка 50 килограмм к его брошюрка даже на овощеной бумаги на английском языке так какой-нибудь еще у нас есть все качество печати хорошая только на английском судя по всему да на русском не дуан я думаю тут не составит проблем разобраться и так что же у нас внутрях улевый что-то уже долго ну так это у нас будет рабочий стол вероятнее всего сейчас мы его сразу поверим это 10 швеллер швеллер ушка не пешка далее комплектик плитка миллиметров это у нас 14 миллиметров а вторая наверное 5 или 6 6 это комплект крепления цилиндра должен быть по идее до какая-то коробочка пенопластовая два пруточка на них будет укладываться столик диаметром 16 миллиметров а супер у меня есть покруче пруточки это тоже 16 этот направляющий от типу вот я уже приготовил себе буду именно она пользоваться еще одна коробочка с крепежом видимо насос с шлангом такой вот гидроцилиндр есть у него гаечки для закрепления здесь все на функе стоят заглушки такие вот две детали все это у нас будет типа рабочего стола вот сюда будет устанавливаться выпрессовываемой деталь и их там можно и так и сяк поворачивать посмотрим как они там лягут так ну и сами ноги а вот здесь вот меня ожидал сюрприз это не шевеллер вернее шевеллер но он гнутый вот это вот дело интересно толщина стенки у него 4 миллиметра и размер у него 80 ну то есть номер 8 толщина стенки 4 интересно я что-то сомневался если честно даже насчет восьмого швеллера такого на смысле гостовского вот гостовский у нас и это у нас по моему десятка да это 10 а стойки у нас из 8 причем гнутого о еще такая красота 10 тонн тра-та-та так ну и собственно все здесь вероятно всего судя по массе ремкомплект наверное потому что было заявлено что ремкомплект есть а нет здесь крепеж я думал будет потяжелее крепеж болты 48 вообще пластилин болты естественно поставлю свои вот и в принципе наверное вот я даже не знаю сразу это сделать или но потом заложить я вот эти ноги хочу поменять на длинный то есть что у меня это пресс вообще он будет настольный но не давайте так в любом случае бы на него сейчас соберем посмотрим как он будет выглядеть как он будет на столе стоять вот а я его хочу переделать под такой напольный вот и многие я буду удлинять может быть надо даже она и к лучшему что ребята сэкономили и поставили вот такой швеллер а я его заменю на полноценную ушку то есть на гостовский швеллер тоже восьмой но гостовский так что у нас что у нас во второй коробке а здесь манометр и улыпала манометра громады манометр глицерина наполненный метрическая тонна и американской это она да эти китайцы хитрят пишут заявлено производительность при снова не производительности как я назвать грузоподъемныйced 0 или или мощность пресса на 10 том что она это 10 американских тонн типа как как будто бы вот они 10 американских то он наверное вот эти вот до 10 американских а вот это 10 метрических скорее всего то есть он чуть чуть меньше чем 10 метрических тонн ну ладно это мелочи как говорится но вот так китайцы все-таки хитрят так ребята у меня такой вопрос кто знает и понимает может быть я где-то еще это прочитаю но подскажите в комментариях можно ли его использовать вот так вертикально то есть я его хочу прикрутить стенки чтобы он мне не мешался потому что везде он нарисован что он лежит а горизонтально будет ли он работать вертикально но здесь принцип как у домграда то есть плунжер рычаг 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 наверно там в пакете тут у нас уголки которые формируют ножки вот рукоять домкрата трубка с резьбой и здесь рукоятка две ноги поперечин нету такая что такое вот это я не помню ну ладно сейчас начну собирать там уже все будет видно по ходу дела итак в общем собрать собрал единственное уголочек вот здесь поставил неправильно вот этот вот он должен наверх ногами стоять вообще доступно три позиции установки то есть первый сейчас стоит вторая третья перекладина снимается можно полностью не вынимать пошагово через одну по ступенькам как бы опускаться но с другой стороны они очень тяжелые можно ее и вытащить так теперь значит по цилиндру но вот эта вся конструкция крайне неудобная и неправильная но на мой взгляд по крайней мере она вся если не затягивать вся она не боится и был дыхается и нету никакой центровки то есть все это дело вручную нужно подтягивать ключом фиксировать на своем месте подтягивать вот эти два болта ключами и вот тогда какая то есть гарантия что она никуда не сдвинется а так то есть никаких ограничений нету вот пожалуйста цилиндр ходит иметь сюда туда-сюда удобно сделано то что сам цилиндр можно передвигать программе вот и в некоторых ситуациях наверное это где-то пригодится можно таким вот образом в месте давить не не только по центру но направляющих никаких нет а потом тоже телепается еще из интересностей сам шток цилиндра имеет такой вот колпачок который можно снять и заменить на что-то более интересное ну вот какую-то допустим конкретную задачу здесь нет здесь ничего нет обычно бывает шарик от подшипника здесь ничего нету здесь сделано про . и одета такое небольшое полу колечка вон не спадал так он туго одевается вот ну и собственно попробуем чаем и так закрываем вентиль и качаем так у меня есть подшипник с валом который мне уже мешается хочу я его как раз таки на нем и проверить он достаточно туго сидит так шайпочку чтобы нам ничего не повредить так поехали и все и пошел то есть стрелка на манометре даже не отклонилась пошел выходить так есть контакт сейчас прижму подшипник показать как на манометре так вот сейчас качаю и давление растет сколько порядка трех тонн вот но больше давить не буду так как нет смысла никакого в этом пускаем и что очень удобно что когда мы отпускаем вентиль на насосе у нас цилиндр поднимается сам автоматически свое исходное начальное положение это не может не радовать не догородить сюда никакие пружины дополнительные то есть все она пружина есть внутри все она автоматически поднимается на свое место обратно так мы еще немного экспериментов надо же побаловаться нашел этот чуть-чуть трубочек 20 на 20 трубка тонко стенная но пойдет для демонстрации небольшой сильные метки и не буду так что она смена не будет смещаться наверное сторону все она пошла по диагонали ромбиком есть еще такой у меня обрезок трубы валяется здесь уже стенка потолще причем значительно потолще штуки сейчас у нас наверное разъедутся складывается легко причем давление не превышает и двух тонн ну чуть-чуть превышает такие вот показания то есть вот сейчас я накачиваю чуть-чуть увеличивается при всем притон труба идет на сменание я все делаю аккуратно потому что пока еще как бы побаиваюсь как чего чтобы лишний раз ничего не портачить так есть у меня еще такая вот трубочка но ее надо чем-нибудь помочь чем давайте шариком поможем от шаровой опоры так будет лучше видно здесь уже стенку трубы 3 миллиметра давление к четырем тоннам приближается вот как то так то есть давление у нас приближается к четырем тоннам качать уже туговато но так как насос не закреплен просто еще и не очень удобно вот но впрочем без проблем что друзья на этом все появился у меня вот такой вот классный помощник мастерской надеюсь что будет он востребован и не надеюсь я уверен в этом вещь это очень удобно и давно я шел как говорится к ее приобретению но как-то вот все соу-соу то есть брать не брать и ни капли не жалею что купил именно не собирал сам из домкрата удобная штука манометр что мы видим какое давление оказываем на ту или иную вещь то есть в таких вот элементарных игрушках это она особо и не нужно а когда запрессовываются подшипники или какие-то посадки вот там будет это очень полезно вот и в принципе довести его немножко до ума то есть переделать нужно конструкцию крепления самого цилиндра и ноги наверное увеличить то есть по длине на этом все в остальном ну я надеюсь что он будет работать долго и как говорится без проблем на вот в принципе все больше у меня ничего от него не нужно то есть переделок я никаких особых не планирую вот но еще вот эти вот вот эти вещи тоже надо будет пересмотреть в остальном в принципе все отлично ну что ж на этом все всем спасибо за внимание всем удачи всего наилучшего всем пока пока